Продолжение следует... Вот эти ангелочки с короной, видите, там, где березка растет, над ними кисти какие-то прекрасные. Но, как мне кажется, вот эта корона, может быть, митра, она является и частью капителей второго яруса, например, и даже первого. Вот гирлянда и над ней подобие митры, да? Да, трудно сказать. А вот в капителе колокольни раковина, да, то есть это не классические ордера, а это именно вот такие домашние, да, какие-то вырезки по камню. Совершенно прекрасные. Смотрите, как они меняются от яруса к ярусу, да? Очень красиво. И это именно белый камень, во всяком случае, с лица. А вот эти подоконные доски такие с полотенцами, да? Помните, мы видели полотенца в иконостасе в местном ярусе церкви Ли? Вот та вариация более ранее. Представляете, как вы там улысты? А улысты, да? А я тут клинтон. А тебе можно потрукать? Или ты хочешь кусался? Да, да, да. Что, нет? Ой, осторожно. Вот, не страшно. Все, все дело. Простенки между алтарными апсидами, они неравновеликие. Да, есть такой простеночек справа, он поширее. Там, по-видимому, таинство, судя по, да, по Галашевичу, по тексту Галашевича. Возникает такая вот асимметрия. Опять барочные кресты, не знаю, реставрационные или родные. Но то, что вот беленая часть, это и есть 16 век. А желтым крашеная часть под синими верхами, это, понятно, 18. Вот видите, фактурно-кирпичная вещь. А во пристрое 18 века белый кабель, да, в барочные. Да, и это, конечно, корма барочных. От шпиля до синюшного. Вот трехглавие, отнесенное к алтарям, к востоку. Эти барабаны сейчас ничего не освещают, но если бы освещали, то это были бы алтарные вот компартименты, да, части. Как и в Микулине, как и в Старицком монастыре. То есть это все вариации 16-го столица. Вообще, это исконная волость Старицы. Но это, в общем, пограничье, вы уже поняли. От зубцова начинается немножко другой тип дома. Если посмотреть на его декор, вы сразу заметите, но этот странный наличник, вот это ржев. Это продукция, это совершенно точно продукция ржева. И этот наличник, ну, типологически его там с ушками называют, ну, вообще правильнее давать его рогатым. Рогатый наличник, собственно, почему? Рога, это одна из, один из необходимых элементов женского головного убора, на который надевался платок на кичку. И вот эта рогатая кичка, ее, в принципе, носили в некоторых областях, и, видимо, по образцу вот такого женского традиционного головного убора такие рожки делались на наличники. Почему именно ржев, не знаю. Но в самом ржеве были превосходные деревянные дома до войны, великолепные просто, шедевр. Какая-то часть из них сохранилась и до наших дней, ну, около 30 штук всего есть, ну, полсотни там, может быть, с окрестностями города. Но родню никогда... Чем она хороша? По некоторым деревням, как-то им повезло. Вот родню не сожгли в 41-м году. Много чего сожгли. Но родня уцелела. Больше того, до такой степени, что вот этот храм, который мы сейчас с вами посмотрим, после войны действовал. Просто попробуйте себе вернуть это в вампир. Что вы сделаете для этого? Во-первых, вы истребите всякие кили, киливидность уберете, да? Вы вернете проемом классическую арочную форму. Да, округлость. Но этого будет недостаточно, потому что здесь по центральным осям созданы вот эти перспективные порталы глубокие. Значит, вам надо будет вернуть здесь вот какую-то плоскостность, либо заполнить эти арки, ну, предположим, ампирными двухколонными композициями, да? То есть, если вы сохраняете лоджию, то в ампире вы вернули бы сюда колонны, да? И создали какую-то такую трехчастность, может быть, да? Вот. А здесь, а здесь вот в тело ампирного храма начинают врезать формы, которые представляются русскими, да? Хотя вот там капителька в этом перспективном портале. Это в действительности самые первые шаги. Это нельзя назвать русским стилем. Это именно момент перехода, да? То есть, ампирный храм начинают как бы на наших глазах перелеплять, перерисовывать, сохраняя его старую классическую основу. Вот в этом, по-моему, уникальность. И это, конечно, в таком смысле это уже романтизм. Да, вот шаг к русскому на выходе из ампира. Вот это все, что я могу сказать. Как бы я это сформулировал? Наверное, как я целью. План у него уже такой вот... План вполне ампирный еще. Крестообразный. Там все очень такое знакомое. Те же самые пилоны, центральный купол. Интересно, что боковые эти главы звонницы, да? Здесь нет... В них нет даже попытки русификации, да? Вот они совершенно такие чертежно-ампирные. Вот по ним лучше всего судить об основе, от каком-то, да? Может быть, даже предпроекции, да? Какой-то старый... Каком-то старом чертеже. Непонятно. А во всем остальном, включая центральный барабан, начинается эта трансформация. Наталья, ну как еще? Я не знаю, как я его вижу. Ну, во-первых, размер, конечно, поразительный, как обычно, да? Потом вы, когда пройдете вперед, увидите уникальную точку постановки в пространстве. То есть он виден не только отсюда, он с воды и снизу. То есть это очень важно. Что меня еще удивляет? Ну, конечно, жесткость. Удивительно жесткая вещь. Греческий крест в основании равносторонний. И отсутствие кровли. Вот мы стоим достаточно близко. Но если дальше отойдем, казалось бы, что плоская кровля у него тоже редкая вещь. Потом колокольня отходит очень далеко от центрального барабана. И это делает его таким равновесным, спокойным, статичным. В нем динамики вообще никакой нет. И, конечно, это увраженная вещь. Я себе представляю, заказчик Ланской, который по Европам ездил, он приезжал. К тому времени уже идут типовые проекты. Тоновские, например. Да, это все увраженная, черченная вещь. Не рисуют даже эскиз на бумажке. Вот берут и расчерчивают, я себе решину вижу, и он чертит эту вещь. Она получается у него в той мере жесткости, в какой у него отсутствует чувство у этого архитектора. Вот чувств здесь очень мало, очень много рационализма. И то, как садится эта арка, как появляется у него келевидное завершение, это тоже от мозга, от разума, а не от чувства, а не от сердца. Но этим он и интересен, мне кажется. Ну и прекрасная степень сохранности. Вот это тоже удивительная вещь. Ну здесь, вот она. Да, еще на порталах, конечно, вы видите Капители, они абсолютно романские по рисунку. Вот удивительно, такое просто западная романика. Не знаю, связать ли это с этим то, что он называет своих детей Ясон и Сосипатор, возможно, он имеет в виду, что это самые русские имена. Вот он сейчас русифицирует все и вся. Ну это один источник, да? Вот голова-то одна была, имена давал, и это заказывал. И образец давал наверняка. Вот и валили. Если присмотреться, есть один элемент. Видите, нет? Один элемент русификации есть. Вот в барабане нарисованные келевины в завершении оборачиваниях. Келеви нарисованы. Келеви нарисованы. Которые на фасадах представлены. Вот здесь вот. Вот единственный номер. Барабан кирпичный. Как бы облегченный. И вообще есть включение кирпича в конструкцию. Так, аккуратно скажем. Кажется, не он. Я плохо вижу. Если кто-то может, если... Не для обуви. Во. Ой, спасибо вам большое. Во. Здесь такая вот совершенно павецкая, замечательная постройка. А здесь служат, да? Нет, не служат. Просто поставить местные жители и те, кто занимается реставрацией самоделья. Чтобы не нужно... Ну, обозначить просто место, что да, здесь есть кому присмотреть. Вот фрагментики живописи сразу должны будут посмотреть. Видите, наверное, что здесь два слоя. Причем они не пересекаются. Первый слой – начало 19-го века. Второй – по кускам, по-видимому, конца. Транс-дамерк, по-видимому, конца. Стоятки. Стоятки. Транс-дамерк. Транс-дамерк. Готическая роза Готическая роза Готическая роза Готическая роза Готическая роза Готическая роза Она вблизи видна, может быть, чуть еще ближе. Видите, портал над входом. Такая бровка коромысла, она барочна вполне. Над ней ангелочки Путти, они барочны совершенно. Под ангелочками киот, подсмотренный в каком-нибудь остатке. Такой артельной работы. По сторонам мы видим такие сандрик горизонтальный, надоконный короткий карниз гирлянда, раннеклассическая. Уши, ушастый наличник со слезками, это не исключено. Никто в другом стиле, сама по себе вещь переходная. Геометризуем. Это черты такой ранней классики. Капитель, как бы не нарисованная, ну, не каноничная. Вот, такая сама по себе наивная. Опять обратно архаизирует эту архитектуру. И при этом датировка концом 18-го. Вот это замечательное слияние всего, то, что мы в пышном варианте видели в иконостасе Ильи Пророков Старица, да? Когда ты понимаешь, что эпохи, как вот шестеренки, друг к другу входят. Вот, и это применяется совершенно органично, да? То есть мастера видят это, мастера видят это как равноценное, что ли, да? Это не как то, что сменяет одно другое, да, не как сменяемое, а как равноприменимое, одновременно существующее. А центральная ось барочная совершенно, говорим. А по сторонам немножко французского. Помните, да, мы разглядывали фасад? Вот он переносится сюда. Сохраняется барочная гробка. Как портал ангелотец. Заготовки для ангелочков. Заготовки. Да, более плоскостный такой декор, более сухая георка. Все по суше, да? Опять та же наивная капитель, да? То есть просто видно, что это, ну, как такой чуть бледноватый отпечаток, да? Как будто немножко постирали ластик. Это просто видно на головках. Вот они то ли сбиты, то ли не сделаны. И с той стороны. КОНЕЦ